Всем привет! Сегодня тема такая интересная Сегодня поговорим бизнес или наемная работа Бизнес или наемная работа и вообще какие есть варианты понять что для тебя больше подходит Ну, давайте так Начнем с того поскольку у нас все-таки перископ, я думаю вашим друзьям эта тоже тема будет интересна Многие мучаются А не начать ли мне свой бизнес Хочу жить Жить хорошо хочу Но вот бизнес начать это Страшно, страшно Приглашайте друзья Они вам скажут спасибо, что ты мне Сегодня Да, поэтому сделайте Вот так, приглашайте своих товарищей И пусть нас будет больше Пусть у меня будет больше всего подписчиков, конечно же Вам ничего не стоит А мне приятно Значит Да Благодарю Благодарю И сегодня вот У нас есть минут 15 На то, чтобы решить главный вопрос Вообще стоит ли начинать Бизнес Или имеет смысл Работать на наемной работе Вообще как понять, что ты хочешь Ну, напишите пару слов о себе Вообще чем занимаетесь Потому что кто-то уже в бизнесе Может быть кто-то работает по найму Кем работаете Если работаете Если у вас бизнес Что у вас за бизнес Слушайте, а холодно становится в Калифорнии Прям холодно становится Скоро наступит сезон дождей Мы уже не сможем ездить с открытой крыши Но пока есть такая возможность Осень наступает Бобилия докончается Короче Чем занимаетесь Потому что по статистике Примерно Ну вот каждый десятый В России так или иначе Пробовал хотя бы свой бизнес Некоторые Пробовали себя в сетевом бизнесе Это не в чистом виде Как бы свой бизнес все равно Ну вот я вижу Кто-то из сетевиков пришел Ничего против, кстати говоря, не имею Хотя раньше я против сетевиков был Прямо, ууу, ты сетевик А ты не гей случайно, да? Сейчас к абсолютно нормальному К этому отношусь Потому что у меня мама сетевик У меня очень много друзей сетевиков И сетевой это тоже такая, кстати говоря Компромисс между наемной работой И собственным бизнесом Ну ладно Отвечаю на вопрос Как понять Хочешь ли ты И вообще стоит ли тебе заниматься Собственным бизнесом Начнем с этого Первый вопрос Это если у тебя есть Ну такое Где-то может быть Авантюрное Авантюрное начало То есть Прошу не путать Авантюристов с аферистами Вот это очень важный момент То есть Как вы сами думаете В чем Авантюрист от афериста Отличается? На мой взгляд Это вот прям Первый-первый критерий Как бы понять Что Стоит попробовать Как минимум Собственным бизнесом Заниматься Вот именно Вот прям Взять и попробовать Да Авантюрист это Авантюра это Готовность идти на риск А аферист это Готовность идти на обман Вот и все То есть И это Очень Как бы Очень четкая разница Мне например Очень сложно было Начать свой бизнес Потому что Я всего боялся Одним из таких Первых моментов Я пытался себя Вот раскачать И Был у меня Период в жизни Когда я пробовал Не знаю там Прыгнуть с парашютом С парашютом Кто-нибудь пробовал прыгать? Поставьте лайки Если прыгали с парашютом Вот это очень сильно Похожее состояние Очень сильно Похожее состояние Когда ты Готов прыгнуть Готов прыгнуть И прыгаешь Да Ты прыгаешь Вот Кто-то раз 15 прыгал Очень хорошо Потому что у меня есть Друг Он Предприниматель Он как раз Чемпион по прыжкам По Горноложному Парашютному Двоеборью Алексей Толкачев Может быть знаете Вот Это первое качество То есть именно Качество смелости Которое такое Авантюрности Готовности Прыгнуть В неизвестность Потому что там Иногда бизнес Это когда ты прыгаешь А парашют Ты вяжешь в процессе То есть это вот Это первое качество Если у тебя этого качества нет И тебе нужны гарантии Ну такие вот прям 100% гарантии То в бизнес не надо идти Вот То есть если ты ищешь гарантии Тебе в бизнесе нечего Вот Второй момент Это готовность Какое-то время Работать Ну если не в убыток Но по крайней мере Какое-то время Ты будешь работать в ноль О Кость Привет Да То есть если Если ты ищешь гарантии Вот в чистом предпринимательстве Делать Ловить нечего Да Второй момент Это то есть такой энтузиазм Что то есть готовность Иногда даже долго работать Не имея никакого результата Вообще То есть когда ты Месяц Месяц Два Три Может быть год Работаешь Тупо на развитие проекта Потому что у тебя есть Вот этот энтузиазм Тебе жутко Интересно Запустить эту штуку Если ты не готов Например Говоришь Блин Мне нужно кормить семью У меня там Обязательства У меня ипотека У меня Ну как бы Очень много Финансовых Каких-то обязательств Или мне вот Ну не могу я Полгода или год Там работать В ноль То Имеет смысл Говорить о том Что тебе наверное Лучше идти на работу Вот Ну и параллельно Что то можно там Ну как бы Ковырять Но темпы будут не те Но в принципе Можно Значит Кому еще Стоит обратить внимание Вот третий критерий На мой взгляд Вот кроме Способности рисковать Такой выдавой Авантюрности Кроме Энтузиазма Мне кажется У предпринимателя Должна быть Еще такая Вызовоустойчивость Потому что каждый Кто-нибудь смотрел Во все тяжкие Ну Очень прикольный сериал Как-то Пару недель назад Приболел И вот запоем Лежал дома Смотрел сериалы Все забавно Да Значит Там вот как раз Модель предпринимательства Очень сильно показана У ребят Постоянно Каждый день Был какой-то Новый вызов Да И они с этим Вызовом Как-то справлялись Потому что Там нельзя было Отложить на завтра Потому что Завтра смерть Вот Как бы Вот с этим понятно То есть Что ты Понимаешь Четко осознаешь То есть Ты принимаешь Вызов Да То есть Или вот Там сериал Тоже побег С женой Сейчас подсели Да То есть Ты не можешь Отложить на завтра То что Например На наемной работе Ты можешь Там динамить И создавать Видимость работы Годами Иногда Умудряются Люди И вот Ну Причем Самое интересное Что это Не обязательно Какие-то Низкоэффективные Иногда Топ-менеджеры Умудряются С огромными Зарплатами Умудряются Создавать Видимость Деятельности Да Вот В бизнесе Ты не можешь Себе этого Позволить То есть Там нет Такого права Что Ну тебе Вызов пришел Там какие-то Проблемы С налоговой Там Вот У меня Недавно были Да То есть Что-то там Неправильно Посчитали Я слетел С упрощенки Я слетел На Это На общую Систему Обложения А я в Америке И этот вопрос Нужно решать Да Потому что Ты не решишь Что там Ну как бы Достаточно крупная Сумма налога Попадешь Сразу И Вот такая Пачка Документов Ну как бы Документа Оборота Ты не можешь Это игнорировать Да На наемной работе Это вообще Не твоя забота То есть Как бы Пусть там Босс разбирается С этими налоговыми Там Там Всем платят По большому счету На наемной работе Человеку Гораздо Гораздо Легче И проще Плюс Еще что-нибудь Там Своровать Можно Еще какая-нибудь Там Халтурка Подвернется Да То есть Жить легко Вот Я вспоминаю Когда я работал На наемной работе Это примерно Вот разница Вот помните Какое у вас ощущение Было Когда вы Может быть После школы Проходили мимо Своего детского сада Да Или Когда вы После вуза Шли мимо Своей родной школы Какие у вас были ощущения Какие у вас были ощущения Когда ты Проходишь Проходишь мимо Родной школы Думаешь Ну ж Господи Как же легко Это было Вообще То есть У тебя Вот такусенькая Ответственность У тебя Да Слава богу Мне не в школу Ну кстати Да Слава богу Что сейчас Мне не будет Никакой начальник Дрючить Вот Ты сам себе Теперь Прекрасненько Просто Но Именно такие У тебя ощущения Возникают Да То есть Думаешь Зря я там Учился Одиннадцать лет Не На самом деле Не все Не зря Вот И Как некий Компромисс Как некий Компромисс Да Теперь Клиенты Тебе Могут Мозг Выносить Да Там Еще Когда Работаешь Типа На дядю То У тебя Один дядя С которым Ты имеешь Дело Когда ты Работаешь На себя У тебя Много Дядь И теть Которые Периодически Пытаются Проникнуть В твой Мозг Вот И вся Разница Да То есть У тебя Ну Естественно Деньги Другие Хотя Вот Самое Интересное Что есть Топ Менеджеры Высокоплачиваемые Люди С зарплатами Там В 300 В 500 Тысяч Многие Предприниматели Не имеют Столько в месяц Да Там Если В рублях Говорим В силиконовой Долине Кремниевой Долине Да Здесь Зарплата Программиста 100 тысяч Долларов В год Да То есть Это Очень Неплохо Чувак Какой-то Очень Очень Даже Неплохо И Хотя При этом Думают Как бы Начать Какой-нибудь Свой Новый Гугл Новый Фейсбук Написать Там Да Но Многие Так и не пишут По одной Простой Причине Что А Че Париться То И так В общем То Все Есть То есть 100 150 тысяч Долларов В месяц В общем То Неплохая Зарплата Че За Марко Кабрика За Хороший Вопрос Да Вот Быть Предпринимателем Это Как раз Таки Многие Хотят По одной Простой Причине Потому Что Ты Хочешь Стать Предпринимателем Чтобы Покупать Классные Вещи Чтобы Не Зависеть В доходах Ни от Кого Ни от Чего И И Вот Так Пойти С одной Транзакции Купить Себе Например Там Кабриолет Да То есть Вторая Машина Даже У нас Получается Третья Машина В семье Вот Но Кстати Говоря Русскую Машину Мы сейчас Продаем Так Если Вам Нужен Вольцваген Кроссовер Тигуан То Недорого Отдам Резюме Темы Просто Ответь Все на Вопрос Вы К рискам Готовы Ну То есть Поставьте Плюс Если Вы Прям Аааа Давай Вот Чтобы Вот Прям Точно Понять Я Еще Рекомендую Посмотреть Через По Нумерологии Опять Же Да То То Есть Насколько Ты Приспособлен И Какая Насколько Ты Готов Вообще К Этому Всему Да То Какая Конфигурация Твоего Бизнеса В Воскресенье У меня Будет Вебинар По Теме Предназначения Кстати Не пропустите Вебинар Будет Очень Клевый Зная Себя Своё Предназначение Можно Гораздо Легче Себе Ответить На Этот Вопрос Если Бизнес Да То Какой Если Нет То В чем Мне Лучше Развиваться Чтобы Заработать Больше Денег Ну И так Пойти Себе Купить Какую Нибольшу Прикольную Собственно На этом Сегодня Все Ждите Воскресный Вебинар В В 20.00 В 20.00 Ждите Вебинар С вами Алекс Авенго Я верю Вы сможете Поехо